Баскетболисты Славянского района по праву считаются одними из сильнейших в крае. Составляющая этого успеха – сильная баскетбольная школа. За достижениями наших юных баскетболистов приятно наблюдать. На этой неделе в детской юношеской спортивной школе «Триумф» состоялась финальная игра школьной лиги «Локобаскет». За пальму первенства боролись самые сильные спортсмены – победители полуфинала лиги из четырех районов края. «Локобаскет» – это всероссийский турнир по баскетболу. В нём участвуют школьники-баскетболисты из 22 регионов страны. Наш Краснодарский край принимает в нём участие на протяжении 11 лет. Причём довольно успешно. А Славянск-на-Кубани – это главная площадка для проведения регионального этапа «Локобаскета». В Славянском районе очень сильно раздает баскетбол. И, насколько вы знаете, команда «Сош-номер-3» в одном из сезонов завоёвывала супер-кубок «Локомотив» школьной лиги, который раздевался в Ростове-на-Дону. И, как ни удивительно, именно в этом году опять будет турнир в Ростове-на-Дону. И, как ни удивительно, Славянск-на-Кубани опять принимает финальный этап. Эти соревнования традиционные. Мы участвуем не первый год. Мы даже являлись победителями. Мы имеем опыт выступления в этих соревнованиях. И на этих соревнованиях мы ставим тоже задачу по максимуму. Это выйти в финал, это завоёвать первое место. Хорошую материально-техническую базу в нашем городе отмечают тренеры из других районов. Стыду сказать, что у нас в Армавире нет такого зала. Хотя у нас в Армавире 200-1000, а в Славянске я не знаю сколько. Ну, 1060, наверное. И такой прекрасный комплекс имеете. Такой прекрасный комплекс. С таблом, полы какие. Мы уже давно бьёмся. Наверное, всё-таки лёд тронется. И у нас в Армавире появится такой зал. Команду Славянского района представляли баскетболисты 4-го лицея. И, как всегда, они настроены только на победу. У нас поставлена цель выиграть. И мы будем стараться это сделать. Наши спортсмены играли с командой города Карапоткино. Уже в первой половине встречи стало понятно, что гостям из другого района не по силам напор наших игроков. Славянцы планомерно наращивали преимущество. Всё решил мощный рывок славянских баскетболистов на последних минутах. Первая встреча завершилась победой славянцев со счётом 40-34. В последней финальной игре славянцы встретились с армавирцами, в которой им также удалось одержать победу с большим отрывом 58-42. Теперь команда Славянска представит Кубань на играх в Ростове, где соберутся сильнейшие спортсмены из 22 регионов страны. Тина Копачевская, Игорь Иванович, программа «События».